Каждый год на 9 мая Филипп Дёрд приезжает во Владимир, где он провел 32 месяца в плену. Церковь Вознесения была одним из пунктов размещения пленных немцев. Через Владимирский лагерь номер 190 прошли около 30 тысяч солдат вермахта. Филипп работал на строительстве домов, дорог, на пилораме и до сих пор благодарен врачу, которая выписала две недели больничного, чтобы измученный баварский крестьянин мог немного отдохнуть. Та женщина-врач, блондинка, это ради неё я сюда приехал. Но я не знаю её имени, может быть, она ещё жива, но никто не знает, как её зовут, это самое обидное. Десять лет назад Филипп узнал, что во Владимир едет делегация из партнёрского города Ирланген и решил попытаться разыскать эту женщину. До сих пор не нашёл, но познакомился с другими жителями Владимира, подружился с ветераном Николаем Щелконоговым. В этом году Дёр приехал на открытие памятной доски в честь немецких военнопленных. Жители Владимира говорят о них с уважением и без ненависти. Многие вспоминают, как помогали пленным немцам едой и лекарствами. Во Владимире говорят, что русские и немцы во время войны прошли через общую беду, вместе голодали и надеялись, что жизнь изменится к лучшему. Они налаживали станки, токарные, фрезерные всякие, но тоже выполнять, вытачивать детали почему-то пока они не были. Но наладка станков они производили. Они были очень ответственные. Рамотные. Вот это видно. Русские люди-то хорошие, а система никуда не годится. Я не скажу, что система плохая, она неправильная. Я антикоммунист. Нет. Капитализм тоже плохая система, но все-таки лучше. Нам надо найти золотую середину. Деру сейчас 93 года, его другу Щелконогову 90. Они общаются через переводчика и понимают, что, возможно, это их последняя встреча. До новых встреч! Продолжение следует...